Всем привет! Вы снова на канале у мистера Носковца и сегодня опять новая порция новостей для интеллектуальной стимуляции и для упрощения принятия решений. Поехали! Первая новость связана с так называемыми киберучениями. Военное командование киберзащиты и национальной безопасности США устроило учение на кибератаку. Из разных стран, из таких стран как Канада, Великобритания и практически все типы армейских служб США участвовали в данном учении. Победителем стала команда из Канады, которая представляли военно-морские силы. Была создана искусственная платформа, где была начата кибератака и в восьми разных часовых поясах команды должны были отбиваться от этой атаки. Самое эффективное 15 очков, как я уже говорил, завоевала команда из Канады. Очень интересная тема с точки зрения мировой кибервойны. Вообще такое словосочетание как киберучение, это вообще даже для меня это какая-то экзотика. Если вы смотрели интервью Владимира Путина американскому журналисту, он как раз и говорил про киберучение, что они происходят. И вот сейчас на весь мир американцы рассказали, что такие учения были, победили канадцы, участвовали англичане. Поэтому делаем выводы. Поехали дальше. Сегодня очень необычное сообщение через смс получил каждый житель Нью-Йорка. Напомню, это самый большой город США, здесь живет 8,4 миллиона человек. Это официально, неофициально, скорее всего еще столько же. И каждый житель на свой телефон получил сообщение от администрации города со следующей просьбой. Пожалуйста, срочно уменьшите использование электроэнергии своих домашних приборов. И были перечислены утюги, стиральные машины, посудомоечные машины. И администрация города попросила немедленно все выключить. Потому что если это не будет сделано, весь город потеряет электричество. Потом через некоторое время компания Блумберг написала статью, что было сделано моментальное исследование. И люди действительно послушались. И практически наполовину электроэнергии уровень был снижен. И тем самым городу удалось избежать отключения электроэнергии. Напомню, сегодня температура в Центральном парке в Манхэттене дошла до 37 градусов тепла по Цельсию. Это бьет все рекорды, это очень-очень жарко, все используют кондиционеры. Город нагрелся и могла случиться какая-то катастрофа. Но люди проявили внимательность, отзывчивость, послушали администрацию города. И этого удалось избежать. Поехали дальше. Следующая новость, глобальная новость. Почти через месяц начнется Олимпиада в Токио. Точно так же, как чемпионат Европы по футболу, он будет называться Олимпиадой 2020 года. Потому что она должна была проходить еще в прошлом году, но из-за пандемии была перенесена. Необычная Олимпиада нас всех ждет, потому что в Токио запрещено будет ехать иностранцам болеть за свои команды. Болеть будут только местные жители. Японцы никому не доверяют, доверяют только своим японцам с точки зрения ковида. Поэтому они будут болеть за все команды мира. Также посещаемость стадионов будет только разрешена на уровень 50% заполняемости. Все равно, я уверен, это будут очень интересные игры. Я буду болеть за свою родную команду Белоруссию, конечно. Там будет много участников. К сожалению, мои любимые спортсмены, мой земляк из Борисова Андрей Ариамнов, он почему-то не будет участвовать. Он, напомню, тяжелый атлет. Я слежу за ним с 2008 года. И моя любимая пловчиха Герасименя также не будет участвовать на Олимпиаде. Но единственный спортсмен, которого я знаю на данный момент, который будет участвовать, это Виктория Чайка. Она спортсменка по стрельбе из пистолета. Она будет участвовать в Олимпийских играх. И я в детстве занимался пулевой стрельбой. И лично ее помню из соревнований. Будем болеть. Я уверен, что это будут одни из самых необычных игр. Поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях, за какие виды спорта вы будете болеть, за какие страны. Также, в целом, если вы впервые на моем канале, пожалуйста, подпишитесь. Поставьте лайк, если вам понравилось это видео. Дизлайк, если вас что-то выбесило. И также напишите в комментариях, что вы думаете по поводу всех этих новостей. Спасибо. На связи. Субтитры сделал DimaTorzok